Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Многодетная семья Туговых из Карачаева-Черкесии приняла участие во встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства исполнила обещание, данное пару месяцев назад нескольким многодетным сеням. Они хотели посетить Москву, и такая поездка, включающая экскурсию по Кремлю, была для них организована. Сам Владимир Владимирович пообщался с гостями по видеосвязи из Санкт-Петербурга. Во встрече, которая состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, также приняла участие многодетная семья Туговых из Карачаева-Черкесии, ранее награжденная Орденом Родительская Слава. В ходе общения Владимир Путин назвал многодетные семьи ценностью и гордостью России и обратил внимание на то, что родители воспитывают детей в атмосфере любви, заботы и взаимоуважения. А также подают замечательный пример другим российским семьям. Напомню, что 1 июня, в День защиты детей, глава государства тоже проводил видеостречу с многодетными семьями. Тогда побеседовать с президентом смогли не только супруги Резуан и Рита, но и 8 детей из семьи Туговых. Избирком Карачаева-Черкесии зарегистрировал двух кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. В Малом зале правительства Карачаева-Черкесии прошло 25-е заседание Республиканской избирательной комиссии. Ее руководитель Лариса Абазалиева сообщила, что были рассмотрены документы первых кандидатов. В итоге члены избиркома утвердили двоих – представителя «Справедливой России» Заура Акбашева и Олега Жидяева от партии ЛДПР. Кроме того, во время заседания был отмечен труд людей, благодаря которым стал возможен успех учащихся школ нашей республики на последней Всероссийской Олимпиаде по избирательному праву. В финале интеллектуального состязания представители Карачаева-Черкесии заняли три первых места наставником одной из девочек Анжелики Магометовой, является преподаватель 17-й гимназии черкесская Лейла Чагова. Безусловно, мы, конечно же, ориентируемся на таких ребят, на таких детей. И мне было несказанно приятно, и я была очень рада, когда она привезла эту награду. Ну, не могу умолять свой труд, конечно же. Действительно, наша задача учителей – это раскрыть в детях талант, помочь им получить необходимое направление, чтобы они в дальнейшем себя потом уже нашли, уже определились, чем будут заниматься. Может быть, это ей в жизни пригодится, и это будет для нее каким-то определенным стартом. При Кубанском районе идет уборка пшеницы. Чуть ранее с полей уже убрали ячмень. Руководство района совместно со специалистами и фермерами провели объезд и осмотр посеянных площадей. Все это происходит в рамках проведения традиционного смотра конкурса среди сельхозпредприятий. Каков вид на урожай и как проходит конкурс, расскажет Мурат Жанкезов. В составе группы, которая проводит смотр-конкурс, глава района Ахмат Семенов, специалист отделов и крупные фермеры. По их словам, год был для сельских тружеников трудным. Зима оказалась малоснежной, а весна с затяжными дождями. А потому урожайность контрастная. На одних полях урожай хороший, на других не очень. Урожайность, как показывают специалисты, как объясняют, очень контрастная. Где-то вообще больше, где-то меньше и так далее. Год на год не приходится. Ну, посмотрим. На виды, говорят, специалисты Росельхозцентра, химцентра, говорят, что урожай очень хороший. Посмотрим, что покажут бункеры. Фермеры стараются идти в ногу со временем и применять современные технологии выращивания и продуктивные сорта злаковых и других культур. Это пшеница. Пшеница сорт Сабербаш. Краснодарская селекция. Посеяли 25 октября. 250 килограмм на гектар. Планирую мою урожайность. Надеюсь, получить 70 центнеров. Может быть, больше будет. Ну, ветром положило. Не знаю, как будет дальше. Ну, посмотрим. Будем стараться. При Кубанском районе ежегодно проводился смотр-конкурс среди сельхозтоваропроизводителей. Правда, в последние несколько лет он был приостановлен. Теперь, благодаря главе района Ахмату Семенову, традиция возобновилась. В этом году в конкурсе принимают участие 25 крупных фермеров и сельхозпредприятий. Во время проведения соревнований фермеры изучают успешную работу своих коллег, делятся опытом. Всё это прививает прикубанцам в высокую культуру земледелия. Начальный этап смотра конкурса, он проходил два этапа. Мы объезжали така, зерно така всех фермеров, смотрели, фотографировали. У кого-то что-то не хватает, у кого-то что-то есть. Это всё мы записывали на бумагу, фотографировали, выставляли баллы. Всего в Прикубанском районе насчитывается около 60 тысяч гектаров пашни. В планах наладить связи с хозяйствами Ставропольского и Краснодарского краёв, чтобы изучить опыт растениеводства, а затем внедрить его на полях своего района. Мурат Чентьёзов, Ахмат Чучаев, Олег Малхожев. Вести Карачаева, Черкесия. Прикубанский район. О преимуществах онлайн-способа направления исполнительных документов ещё раз напоминают сотрудники службы судебных приставов в Карачаево-Черкесии. Они отметили, что электронное взаимодействие между судами и ФССП России значительно ускоряет процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов, снижает риски подделки, утраты исполнительных документов, а также минимизируются расходы взыскателей на оплату почтовой корреспонденции. В целом, это позволяет существенно экономить как время, так и денежные средства взыскателя. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством исполнительные документы могут быть направлены судом в территориальные органы ФССП России в форме электронного документа. У граждан и представителей организации существует возможность отказаться от бумажного оригинала и перейти к исполнительным документам, подписанным усиленно квалифицированной электронной подписью. Оформить исполнительный документ и направить на принудительное исполнение в службу судебных приставов может только суд. Взыскатель вправе ходатайствовать о вынесении электронного документа в судебном заседании. В этом случае судом направляется исполнительный документ самостоятельно. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии в горах местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 13-18, в горах до плюс 12, а днём 27-32 градусов тепла и местами до плюс 25. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. И порывы до 14. Температура ночью 15-17, а днём 29-31 градусов тепла. В этом году в рамках программы развития курортов Карачаева-Черкесии в посёлке Домбай планируют сдать в эксплуатацию шестикресельную канатную дорогу. В планах на 2024 год строительство ещё одной уникальный уголок Кавказа – курорт Домбай, разместившийся у слияния рек Аманаус, Домбай-Юльген и Алибек на высоте 1630 метров над уровнем моря – излюбленное место туристов. Из Домбая репортаж Аллы Динаевой. Расположенный у северного подножия главного Кавказского хребта в Межгорной Котловине курортный посёлок Домбай манит сказочной природой. Разглядеть лучшие красоты Кавказских гор из посёлка туристы направляются на вершину Муса-Ачитара на канатных дорогах, первая из которых в Домбай построена ещё в 80-е годы. И это отличный способ разглядеть живописные окрестности. Ну как вам Домбай? Отлично! Озонированные водопады Домбая в виде водных коз, берущих начало с Птышского литника и заснеженные вершины великолепных Кавказских гор впечатляют воображение каждого. Как горы? Отличные. Это главный Кавказский хребет. Его иногда называют водораздельным. Мне очень приятно вот бывать здесь, рассматривать каждую вершину и проглядывать различные фигурки живописные, скаличные. Эффектные скальные контуры вершины Пик-Ине, уникальные горы Изобсов Руджуджу, Ватурлочат, Сулахат. А замыкая собой долину, возвышается главная вершина Западного Кавказа Домба-Юльген, что в переводе с карачаевского означает «где погиб Зубр». Часто горы Домбая названия получали из-за легенд и событий с ними связанными. Как вам сегодня провезенный в Домбае день? Погода замечательная. Воздух особенный. Здесь дышится по-другому. Здесь у еды вкус другой. Здесь очень красиво. Всем, кто здесь еще не был, вы очень многое теряете, если вы эти места не увидите своими глазами. Эдуард и Татьяна приехали в Домбай на 10 дней. Мы приехали из Москвы. Первый раз на Домбае. Впечатление просто суперское. Погода шикарная. Воздух. Можно пить. Все отлично. Все очень нравится. У нас Россия большая, мест много. Но пока это самое красивое место. Да, пока да. Из всех, где мы были в России. Мы сами местные в городе Пятигорск. Кавказские минеральные воды. Наш гостеприимный край. Наши друзья приехали из Сибири, города Томска. Это 400-300 километров. В общем, в принципе, эмоции у нас положительные. В первый раз очень круто. Мне все нравится. Сам с Карачаевска я Домбай посещаю регулярно. Вот эти горы, они настолько родные и любимые, что каждый раз, когда я посещаю эти места, для меня открывается что-то новое. А вообще сегодня мы залезли на зуб Муса-Читара и вдрузили там флаг в честь столетия советского альпинизма. Так как этот год, год столетия советского альпинизма. А Домбай, я неспроста здесь. Домбай по праву считается школьной партой советского альпинизма. Здесь он начинался. Здесь начинали ходить самые известные, матерые наши альпинисты. Что в Домбайе больше всего нравится тебе? Горы. На лужах умеешь кататься? Нет. Будешь учиться? Да. Молодец. И каждый раз, как в первой, пейзажи завораживают. А разнотравия образовала здесь мозаичный ковер и воздух здесь с ароматом альпийских трав. А увозишь с собой фотографии потрясающих видов, позитивные эмоции и заряд бодрости. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Крачева, Черкесия, Домбай. Триумфальная премьера в Кисловодском цирке. Продюсерский центр Гии Эрадзе и Российская государственная цирковая компания представляют шоу «Пять континентов». О ярком и грандиозном зрелище расскажет Светлана Шаганова. Роскошный бал в Кисловодском цирке и правит этим балом король манежа Гии Эрадзе. Весь месяц вас ждут шик, блеск и красота. Блеск софитов, легкий взмах занавеса. Путешествие по пяти континентам начинается. Это настоящая феерия на манеже. Многотонные декорации, эксклюзивные костюмы, авторская музыка, неординарное световое и режиссерское решение. С невероятной скоростью, умопомрачительными трюками на манеж просто врываются акробаты, символизируя парад стран, тем самым показав единство и дружбу. В шоу мирового масштаба «Пять континентов» представлены все цирковые жанры, самые масштабные и зрелищные номера и аттракционы. Я лично доволен, потому что я видел довольную публику, счастливую, которая стоя оплодила моим артистам. Я понимаю, что все, что мы делаем, мы делаем не просто так, а это нужно зрителям. Одна мизансцена сменяет другую. Действие одновременно разворачивается на манеже и под куполом цирка. Впервые представлен поражающей своей сложностью номер «Золотые рыбки». Перед зрителем предстает настоящий подводный мир. С рифами, кораллами, удивительными морскими обитателями. Я счастлива, что оказалась на этом прекрасном шоу. Это такой праздник для всех, для детей, для взрослых. И рад за, конечно, невероятный мастер своего дела. В каждом номере титулованные артисты – рекордсмены по количеству наград. Выполняют уникальные трюки, которым нет аналога в мире. От массовых сцен просто захватывает дух. С первых нот цыганских мелодий на манеже начинается настоящий праздник страсти и огня. С авторскими трюками. Главные артисты на свадьбе – медведи. Впечатляет уникальный номер с группой дрессированных канадских бизонов под руководством Рустама Газаева в образе великого викинга. Аналогов этому номеру нет нигде в России. В шоу «Пять континентов» невероятное разнообразие животных. Короли пустыни, гордые и величественные верблюды. Зал затаил дыхание. На манеже хищники – тигры, леопарды, лилигры, черная пантера – под руководством заслуженных артистов России дрессировщиков Натальи Губановой и Андрея Широкалова. Им удалось объединить и подружить эту непростую компанию хищников. Чудеса на манеже демонстрируют хрупкие, но такие смелые девушки-джигиты. На высокой скорости они выполняют вполне мужские трюки. Адреналин зашкаливает. Зрители стоя аплодировали артистам мирового масштаба. Несмолкаемые овации всем участникам программы и, безусловно, создателю шоу «Пять континентов» заслуженному артисту России королю манежа Гии Эрадзе. Гастроли продлятся до 3 сентября. Светлана Шаганова, Расул Бердиев. Вести Карачаево-Черкесия. Из Кисловодска. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «Ловец снов». Всего доброго и до встречи в эфире.